Продолжение следует... Человек приходит в мир, ничего не зная о нем. Но природа подарила ему способность познания. Еще в 17 веке французский ученый Паскаль сравнивал знания с шаром, который, разрастаясь, умножает количество касаний с неведомым. Но до каких пределов может расти знание? Ведь уже сегодня оно несет не только прогресс, но и угрозу жизни на Земле. Причина не в знании. Причина в самом человеке. А вы задумывались, с чего начинается познание? С интереса и удивления. Итак, познание движется от практики к объекту через чувственное восприятие, логическое осмысление и возвращается к практике. Целевые установки субъекта определяют уровни научного познания. Пути к познанию закономерности объективной реальности прокладывают научные методы. Фрэнсис Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте. В науке исходные эмпирические знания приобретают цельность во взаимосвязях, в переплетении, в единстве. Существует ли всеобщий метод научного познания? Конечно. Только материалистическая диалектика как общефилософский метод познания позволяет понять мир в его многообразии и взаимосвязях. Всеобщий метод познания опирается на данные эмпирических и теоретических методов. Эмпирические методы основаны на опыте. Это наблюдение, сравнение, научный эксперимент и многие другие. Эти методы необходимы для накопления исходных эмпирических данных. К примеру, исследования биологов показали, что плодородие почвы зависит не только от химического состава, но и от микроорганизмов, червей и насекомых. Кстати, среди простейших форм биологи ежегодно открывают тысячи новых видов. Для обобщения научных фактов применяют теоретические методы исследования. Классический пример — эволюционная теория Чарльза Дарвина. Создавая теорию происхождения видов, Дарвин обобщил и систематизировал результаты своих наблюдений и весь накопленный биологии опыт. Итак, изучая объективную реальность, ученый мысленно выстраивает картину мира. Каждая новая научная теория вносит в нее свои штрихи. По своей сути, теория — высшая форма отражения действительности. Она позволяет описывать, объяснять и предсказывать еще непознанные явления. По-моему, для создания новой теории важен не только метод, но и личность исследователя. Вот талант, научная эрудиция и работоспособность. Яркий пример — научный подвиг Менделеева. Кстати, при построении периодической системы химических элементов Менделеев опирался на индуктивный метод. Индукция — это вывод от единичного к общему. Существует и обратный метод. От общего к единичному. Он называется дедукция. Как видим, теоретические методы научного познания позволяют классифицировать объекты, явления и процессы. Они способствуют выявлению объективных закономерностей природы, общества и человеческого мышления. Такие методы, как анализ разложения и синтез соединения, относятся к эмпирическим и теоретическим уровням познания. Для химии это и практические методы. С развитием познания используются все более совершенные методы исследования, рождающиеся на стыке наук. Сегодня в химии применяют радиомагнитную спектрометрию, основанную на ядерном резонансе. Этот новейший метод позволяет определять состав и строение молекул сложных соединений. Обратите внимание. Эти графические изображения спектров, по сути, модели молекул. Модель можно представить и в виде конструкции, или записать в виде формулы. Сейчас широко применяется метод математического моделирования и вычислительного эксперимента. Это наиболее продуктивная форма исследования. Математика по праву стала языком современной науки, а электронно-вычислительная техника – приоритетным орудием познания. Однако, согласитесь, это орудие количественного анализа. А для качественного синтеза нужны воображение и интуиция. Ученому прежде всего нужен высокий уровень культуры философского мышления. Вы правы. Но вернемся к моделированию. На теоретическом уровне познания очень важно построение умозаключения по аналогии, или вывод от модели к оригиналу. Моделирование в эксперименте применяется тогда, когда невозможна работа с оригиналом. Науки известно. Колоссальные запасы термоядерной энергии сосредоточены в звездах. А как получить эту энергию на Земле? Как обуздать ее? Чтобы познать это, физики моделируют плазменные процессы в лабораторных условиях. Решение проблемы управляемого термоядерного синтеза обеспечит человечество неиссякаемой энергией. Мир един. Академик Вернадский писал, в песчинке или капле, как в микрокосме отражается общий состав космоса. Кстати, для определения химического состава небесных объектов тоже используют метод радиомагнитной спектрометрии. Человек постоянно совершенствует орудия познания. Для наблюдения бесконечно далеких и мелких объектов понадобились оптические приборы. Мощные телескопы позволяют улавливать свет далеких галактик. 20 лет назад в нашей стране родился метод сверхдальней радиоинтерферометрии. Его суть в одновременном наблюдении объекта несколькими радиотелескопами с разных точек Земли. Это позволяет изучать динамику движения космических тел. А последнее достижение астрофизики — импульсный лазерный телескоп. С его помощью контролируют параметры орбиты космических кораблей. Космические методы исследования позволили по-новому увидеть Землю. Увидеть ее со стороны. Инфракрасная кино и фотосъемка из космоса помогает определить геологические структуры, перспективные для разработки полезных ископаемых. Очаги вечной мерзлоты, переувлажненные и заслушливые земли, состояние посевов и даже лесные пожары. Радиофизические и космические исследования дают ценную информацию для прогнозирования территориальной организации производительных сил. Появление новых научных фактов ставит перед учеными новые проблемы, порождает новые гипотезы. Обратимся к вирусологии. Профессор Бойко заметил, что вспышки и затухания популяции вирусов зависят от колебаний солнечной активности и магнитных полей. Видите, как чахнет растение, зараженное вирусом табачной мозаики. Проникая в живую клетку, вирусы начинают активно размножаться и убивают ее. Сравните срезы здоровой клетки и клетки, пораженной вирусом. То же происходит и с пыльцой. Так вот, профессор Бойко выдвинул гипотезу о том, что искусственно моделируя гелиокосмические факторы, можно подавлять вирусы. На кафедре вирусологии Киевского государственного университета провели серию опытов с температурным диапазоном, гамма-облучением и постоянным магнитным полем. Гипотеза полностью подтвердилась и стала научным фактом. Выявлен удивительный эффект. Стопроцентная ориентация фитовирусов в постоянном магнитном поле. Они теряют способность размножаться. Открытие нового направления вирусологии, магнитотерапии, позволит решить ряд актуальнейших проблем сельского хозяйства. Загадочный мир человеческого мозга. Его нервные клетки способны воспринимать и передавать огромный поток информации. Проблемы искусственного интеллекта занимаются многие научные лаборатории мира. Это комплексная проблема. И в центре ее человек. Физиологи изучают взаимовлияние кибернетической машины и человека. Надо заметить, что здесь субъект познания сам становится объектом исследования. Собственно, весь путь познания сводится к древнегреческому афоризму «познай самого себя». В каждой науке о человеке используются свои методы. К примеру, в психологии методом тестирования определяют возможности человеческой психики при восприятии абстрактной информации. А методом кибернометрии изучают срабатываемость малых групп. Кстати, эти исследования помогают решать чисто практические задачи. Человек изучается в разных аспектах. И как микрочастицы природы, и как общие в плане физиологии, и как единичные в социальной структуре общества. Социологические исследования позволяют определить интеллектуальный потенциал общества. Здесь применяют специфические методы – интервьюирование и анкетирование. Любопытно, что эти методы дают единичное мнение. Вы правы. Однако при анализе анкет происходит восхождение от единичного к особенному и от особенного к всеобщему. Таким образом, из единичных мнений складывается представление о потребностях и социальных изменениях общества. Перестройка экономики, технический прогресс требует все больше интеграции науки, техники и технологий. Решение народно-хозяйственных проблем выдвигает на первый план комплексные целевые программы. Одна из важнейших – энергетическая. Если в начале века ученых только теоретически увлекала тайна атомного ядра, то сегодня ядерная энергетика получила космическое ускорение. Атомный реактор – это источник колоссальной электроэнергии и в то же время мощное орудие познания для физиков. Однако орудия не только дорогостоящие, но и опасные. По-моему, сегодня нравственный аспект науки и технологий выходит на первый план. Вспомните Чернобыль. Вот что значит непродуманный эксперимент и непросчитанная вероятность аварийных ситуаций. На ученых и инженеров ложится величайшая ответственность за каждый новый виток познания. Да, сегодня освоение и преобразование мира экстенсивными методами исчерпало себя. Дальнейшее движение вперед невозможно без учета научно обоснованных способов охраны окружающей среды. Необходимы программно-целевые методы познания. Необходимо взаимодействие всех наук. Только тогда, когда общественно-производственная практика подтверждает совпадение идей, знаний, теории с действительностью, можно говорить об их истинности. Владимир Ильич Ленин писал «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Вот мы и вернулись к общефилософскому методу познания – материалистической диалектики. Образно сказал академик Капица. Материалистическая диалектика похожа на скрипку Страдивариуса. Эта скрипка, как известно, самая совершенная из скрипок. Но чтобы на ней играть, нужно быть музыкантом экстра-класса. Мир не исчерпаем, но познаваем. Быть может, эти электроны – миры, где пять материков. Искусство, знания, войны, троны и память сорока веков. Еще, быть может, каждый атом – вселенная, где сто планет. Там все, что здесь в объеме сжатым. Но также то, чего здесь нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok